Новости на Дону. Категория 12. Эпидемия гриппа Ростовской области не грозит. Сейчас заболеваемость ниже уровня прошлого года. Прививки сделало более 47% населения, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская. По ее словам, грипп, в том числе и свиной, штампа АН1Н1, был, есть и будет. В новогодние праздники традиционно наблюдается подъем заболеваемости. Это связано с тем, что люди в эти дни много контактируют. Но с понижением температуры воздуха, который прогнозируют синоптики в ближайшие несколько дней, заболеваемость снова пойдет на спад. Вирусы лучше всего размножаются в сырой среде, а морозы они не любят. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считают аудирование. Для аудиозаписи используют только носители языка и не просто специально подготовленные беседы, а отрывки радиопередач, интервью, журналистских репортажей. Другие задания включают лексико-грамматический тест, понимание письменного текста и письменная речь. Здесь участники пишут эссе или деловое письмо. О том, какие привилегии имеют победители и призеры Олимпиад, корреспондентам телеканала Дон-24, рассказала ведущий специалист Министерства образования региона Лариса Арбузова. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников имеют право зачисления без вступительных испытаний по профилю подготовки. Либо, если это не профильный предмет, то им засчитывается 100 баллов автоматически, как за сданный предмет ЕГЭ. Сегодня школьники написали письменную часть, завтра их ждет устное. Это говорение на французском языке. Нужно будет высказать свою точку зрения по определенной проблеме и ответить на вопросы членов жюри. Добавлю, для победителей и призеров Всероссийской Олимпиады в вузах предполагают особые условия. Конечно, учитывая, что задания по французскому языку соответствуют уровню Би-2. Десятилетние футболисты Евко Ростов, серебряные призеры турнира имени Игоря Колыванова. В Москве завершились престижные детские соревнования. В финальном матче «Желто-синие» уступили хозяевам Чертанова. Счет встречи 0-3. Напомню, в рамках турнира «Желто-синие» обыграли Рубин, футбольную школу Леонида Слуцкого, итальянский «Интер» и «Локомотив». Лучшим бомбардиром нашей команды стал Савелий Галюта. На его счету шесть забитых мечей. Это были новости на ФМН Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове днем облачно с прояснениями. Временами дождь на термометре от плюс 1 до плюс 3 градусов. В Зернограде и Сальске от плюс 2 до плюс 4, также дождь. В Чертково и Миллерова от минус 3 до минус 1. Мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Возможны порывы от 13 до 18 метров в секунду. И о маленькой погоде. В хутере Усть-Быстрый, что в Белоколитвинском районе Ростовской области. Утром снег на термометре от минус 4 до минус 2 градусов. Днем дождь со снегом. Плюс 1. Ночью также плюс 1. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Продолжение следует...